На то, чтобы перенести Коран на шёлковую ткань, у Тунзаля Мамедзаде ушло три года. Как рассказывает сама художница, она постоянно находится в поиске новых идей и не любит повторяться. Тунзаля Мамедзаде первой в мире перенесла священную для мусульман книгу на шёлк. Кораны раньше изготавливали из различных материалов, однако, по мнению самой художницы, суры священной книги, выведенные золотой краской на чёрном полупрозрачном шёлке, вызывают особые ощущения. У меня и до этого были работы по каллиграфии. Я переносила на шёлк молитвы. Будучи в Стамбуле, я только закончила переносить на шёлк суру из Корана. Обсуждая эту работу с мамой и братом, я задумалась над тем, смогу ли я перенести весь Коран на шёлковую ткань. Конечно же, поначалу сомневалась, ведь это очень ответственная задача. Я думала о том, смогу ли я довести эту работу до конца. В то время моя мама очень сильно поддержала меня. Для изготовления священной книги художнице понадобилось полтора литра золотой и серебряной краски и 50 метров чёрного прозрачного шёлка. В то же время первая работа художницы из шёлковой ткани была графическая картина под названием «Малящаяся девушка». Эта картина, можно сказать, была экспериментом. Мне было интересно посмотреть, что из этого выйдет. Когда картина была готова, я повесила её на стену. Работа показалась мне настолько красивой, что я решила и дальше рисовать на шёлке, и могу сказать, что у меня получается. На этом пути у Тунзали Мамедзаде есть и последователи её ученики. Художница уже несколько лет, живёт в Турции и учится в Университете Мармара в Стамбуле на факультете истории искусств. Роза Абрамова, Гюльна Разизова, Эльвин Гаджалиев, Сибиси.